После почти 20 дней отсутствия на людях, лидер КНДР Ким Чен Ын, как ни в чем не бывало, вернулся к исполнению государственных обязанностей. В ночь на 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи, одно из главных пхеньянских СМИ, опубликовало снимки, а через день и видео, где молодой руководитель, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета КНДР, верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР, высший руководитель партии Государства и Вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын, широко улыбаясь, открывает завод по производству удобрений в Сунчхоне, расположенном к северу от Пхеньяна. Примечательно, что после появления снимков, на которых Ким Чен Ын перерезает ленту, эксперты усомнились в них и заявили, что фото являются давнишними. На эту мысль их навели два подозрительных факта – отсутствие видеоотчета с мероприятия, а также то, что Ким не сказал ни слова о состоянии своего здоровья, хотя вся мировая пресса третью неделю говорила о его возможной смерти. Первомайское явление Ким Чен Ына поставило точку в вопросе – жив ли северокорейский лидер или нет. Слухи о его кончине развеялись, однако остается по-прежнему загадкой, где пропадал руководитель КНДР в течение 20 дней. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов, и сегодня мы с вами поговорим о том, где был все это время Ким Чен Ын. Сообщение ЦТАК об участии лидера страны в открытии нового предприятия химиндустрии начинается весьма бравурно. Прекрасным завершением строительства базы большой химии страны впервые водружено знамя победы на всех фронтах строительства социалистической державы. Завод демонстрирует непоколебимое кредо ТПК, трудовой партии Кореи, и народа. Чем свирепее силятся враждебные силы ставить палки в колеса, тем живее развивается наше красное знамя. Церемония ввода в строй Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений, построенного безупречно как базой производства чучхейских удобрений, торжественно прошла 1 мая, в день международного праздника трудящихся всего мира. Участие лидера КНДР в торжественном мероприятии также описывается в самых ярких красках. Под встречный марш уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын вышел на место церемонии. Все участники воздавали бурные возгласы «Ура!», принеся наивысшую славу уважаемому высшему руководителю товарищу Ким Чен Ыну, который незаурядным руководством достиг нового переворота в развитии чучхейской промышленности удобрений и ведет революционное шествие для укрепления самостоятельной экономики к победе. Среди участников торжества наряду с членом президиума политбюро ЦК ТПК Пак Бон Чжу упоминаются другие партийные и государственные деятели, в том числе и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, сестра Ким Чен Ына, которую многие наблюдатели на фоне слухов о нездоровье северокорейского лидера прочили ему в преемнике. То, что дело происходило действительно 1 мая, подтверждает дата на стене – 1 мая 2020. Ким Чен Ын перерезал ленту, символизирующую завершение строительства Сунчхонского завода. Снова бурно раздались возгласы всех участников «Ура!» в знак почтения к уважаемому высшему руководителю, который в авангарде вершит всенародной генеральной борьбой за всестороннее осуществление великого дела, строительства, могучего государства и армии на основе собственных сил, и прославляет наивысшем уровне государственную мощь и достоинство социалистической Кореи, рассказывает Стак. Сам руководитель КНДР тепло махал рукой ликующим массам. Ким Чен Ын осмотрел предприятие, познакомился с процессами обработки сырья, производства желтого фосфора, производства фосфорно-кислого аммония и упаковки продуктов. Уважаемый высший руководитель, продолжается так, любуясь панорамой прекрасно построенного завода, трогательно сказал, если бы великому вождю и великому полководцу, которые прилагали большие старания к решению проблемы питания и продовольствия нашего народа, доложили о построении современного завода по производству фосфорных удобрений, то как бы они радовались. Здесь зрителю наверняка нужны пояснения. Великий вождь – это основатель КНДР и дедушка Ким Чен Ына – Ким Ир Сен, а великий полководец – Ким Чен Ир – отец Ким Чен Ына. Подробный отчет Северокорейского информагентства об участии Ким Чен Ына в открытии завода по производству удобрений, понятное дело, не содержал никаких упоминаний о его длительном отсутствии в публичном пространстве. Однако само по себе то, насколько подробным оказался отчет о пребывании лидера КНДР в Сунчхоне, кажется, говорит о многом. Напомню, с 12 апреля мировые СМИ и сетевые аналитики обсуждали вероятные причины исчезновения Ким Чен Ына, который впервые за 8 лет пропустил церемонию в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Озвучивались версии, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, и его самочувствие резко ухудшилось. Со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына. А позже появились сообщения о том, что глава КНДР покинул наш бренный мир. К примеру, перебежчик из КНДР Чи Сон Хо заявил, что Ким Чен Ын мертв, и на днях последует официальное объявление об этом. Преемником Кима якобы станет его ракетно-ядерная сестра Ким Ё Джон. Собственно, на этом и строились все концепции будущего страны. 27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Джон Ын опроверг предположение о гибели лидера КНДР. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится в городе Ван Сане. Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Ван Сана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрений передвижений не было замечено. Тем не менее, Ын разрушил всю интригу, явив себя северокорейцем и продемонстрировав себя способным, как минимум, появляться на публике. Или это все-таки качественно сфабрикованные телеконсервы? Один наш коллега и вовсе выразил мнение, что перед нами не настоящий Ын, а его двойник. А в течение почти месяца, пока устраненный лидер КНДР не показывался на публике, двойника просто откармливали. Смеются в соцсетях. Гипотетически, если голодного корейца обколоть гормонами и кормить 20 суток на убой, килограммов 20-30 он набрать успеет, добавляет там же. Но что же с Ким Чен Ыном могло произойти на самом деле? Версия первая. Карантин. Лидер КНДР и раньше периодически исчезал из поля зрения, а потом без каких-либо объяснений вновь появлялся на людях. К этому надо относиться как к данности, рассказывает Корееве доцент СПБГУ Ирина Ланцова. Все, что мы пока имеем для анализа, это внешний вид Ким Чен Ына. Он не изменился. Как минимум, не похудел, хотя после тяжелой болезни, о которой нам рассказывали, его лицо, вероятно, было бы осунувшимся. Можно предположить, что руководитель государства просто некоторое время находился в карантине. Допустим, из-за угрозы коронавируса. Хотя, повторю, ни о чем тут нельзя говорить с уверенностью, полагает эксперт. Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что знаменитый бронепоезд товарища Кима, на котором тот перемещается по стране, видели, в том числе на спутниковых снимках, близ морского курорта на западном побережье Северной Кореи, где вождь, предположительно, и пережидал карантин. Версия вторая. Сложная операция. Эта гипотеза основана на многочисленных слухах и вбросах. Якобы во время поездки по стране на каком-то полустанке стало плохо с сердцем. Заурядную операцию по стентированию делал врач, который так переволновался, что ненароком вогнал Кима в кому. Была операция или нет, мы не знаем, но одно можно сказать точно. У вождя проблемы с весом, и северокорейский лидер страдает патологическим ожирением. При росте около 170 см он весит более 135 кг. Если к этому добавить злоупотребление спиртными напитками, калорийной едой и курением, то у Ким Чен Ына мог развиться сахарный диабет. Сердце из-за этого может отказывать. Именно поэтому и возникла версия об операции. Также Ким Чен Ын страдает от фокальной дистонии, неврологического расстройства, при котором характерны непроизвольные движения и спазмы мышц. Этим специалисты объясняют странные положения левой руки Ким Чен Ына, когда он сидит. На здоровье политика могла негативно повлиять наследственность. Известно, что его отец Ким Чен Ыр и дед Ким Ир Сен скончались от сердечного приступа. Отец за несколько лет до смерти перенес инсульт. Это позволяет сделать вывод, что у Ким Чен Ына тоже есть проблемы с сердцем. Но даже если вождя действительно оперировали, ожидать, что об этом расскажут по официальным каналам, не стоит. Лидер КНДР фигура сакральная, болеть, как обычно, человек не должен. Кстати, версия с операцией имеет и подтверждение. Так, на видео, сделанном на заводе в Сунчхоне, на руке лидера КНДР Ким Чен Ына обнаружили загадочный след. Специалист в сфере медицины из США считает, что он может означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии. Версия 3. Ушел в медитацию Впервые об этом написал некий твиттер информагентства КНДР. Вскоре выяснилось, что СМИ с таким названием не существует, а новость больше походит на фейк, что не помешало ее растиражировать. Тем не менее, в шутке сетевых троллей вполне может быть доля правды. Ким пропал и на 15 апреля, главный праздник КНДР, день рождения ее отца-основателя и деда нынешнего правителя, Ким Ирсена. Эксперты допускают, что вождь действительно мог затвориться от мира для принятия важных решений, посоветоваться с духами предков, чья сила в эти дни особенно велика. Предметы для размышления есть. Например, надо ли продолжать введение элементов рыночной экономики и мириться с Западом? И, наконец, версия четвертая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог исчезнуть после травмы, полученной в результате испытаний ракет. О возможной причине рассказал бывший представитель правящей партии Ли Джон Хо, бежавший в США. По его мнению, Ким Чен Ын мог пострадать во время испытаний различных снарядов. В протоколах последних испытаний ракет, возможно, произошел несчастный случай, предположил Ли Джон Хо. На этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, если понравилось видео. Завтра выходит уже новое. Не пропустите. Пока-пока.